Начнем с фундамента мужского гардероба, его обуви. Если речь идет о повседневной обуви, то, пожалуй, самым простым и действенным способом улучшить свой стиль, это прокачать свою обувь. Беговые кроссовки это круто, но они сделаны для того, чтобы бегать. Поэтому я рекомендую сразу взять яркую пару, чтобы у вас не было желания одевать их с чем-то кроме как спортивной формы. А лучше возьмите себе пару повседневных кроссовок. И не обязательно брать красные, можно попробовать классические белые или белые с синим. Хорошо, кеды, это не ваша тема, я понял, может они слишком молодежные или их сложно чистить. Тогда берите кожу, которую относительно проще привести в порядок. Белый – это не ваш цвет, за ним слишком трудно ухаживать и они слишком яркие. Ребята, есть сотни других цветов и материалов. А как насчет тех, кому уже 30, 40, 50? Могут ли они надевать такие вот кроссовки? Думаю, что да, если вы достаточно уверены. Но если нет, тогда мы перейдем к следующей вещи в нашем списке. Следующая вещь – это красивые повседневные ботинки. Друзья, если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что я люблю красивые кэжуал-ботинки. Почему? Ну, это каблук, который делает вас чуточку выше. Он прибавляет вам уверенности и ваша осанка становится более прямой. Они довольно функциональны. И частая ошибка, которую делают многие парни, у них только одна пара. Вперед, попробуйте поэкспериментировать. Может вам нравится один стиль, тогда попробуйте разные цвета. Ну или просто попробуйте другой стиль и цвет. Это все зависит от вашей потребностей и желаний. Далее мы подесним кэжуал-обувь. Пара пеннилоферов. Что в них классного? Они уже давно зарекомендовали себя? Они не выйдут из стиля и они очень функциональны. Их легко надеть, снять. То же самое и с ботинками Челси. Им уже больше 50 лет. У меня в руках современная классика. Мне кажется, это очень красивые ботинки и они также функциональны. Они отлично защищают от непогоды и их также легко надевать и снимать. Когда речь идет о стиле, господа, не стоит искать дальше, чем классические броги. Их можно надеть с джинсами или можно надеть под костюм. Они очень разнообразны и вы сможете пройти тысячи миль в таких туфлях, если добавите их в свой гардероб уже в этом году. И думаю, те, кто часто носят костюм, уже имеют пару черных Оксфордов. Может, стоит что-то поменять? Можно попробовать с прошитым носком. Или даже легкое брогирование. Совсем чуть-чуть, чтобы они не потеряли свою строгость. Ну или можете попробовать современную классику. Возьмите себе холкоты в этом году. Ладно, довольно о туфлях. Поговорим об аксессуарах. Давайте поговорим об очках. Очки могут не только помочь вам лучше видеть. Они также могут подчеркивать ваше лицо. Также люди воспринимают человека в очках как более интеллигентного. Они воспринимают его речь как более компетентную. А его в целом расценивают как эксперта. Ошибка, которую я часто вижу у парней. Они не экспериментируют с различными стилями и формами очков. Давайте теперь поговорим о галстуках. Они возвращаются в моду. У многих парней даже нет классического галстука в гардеробе. Я настоятельно рекомендую. Если у вас нет одного галстука, то купите себе один в этом году. Ну а если у вас уже есть парочка галстуков, зачем вам покупать себе еще один. Но я бы порекомендовал тогда попробовать что-то более веселое. Может быть попробовать вязаный галстук? Ну такой галстук будет более casual. Они обычно делаются из шерсти или хлопка. Присмотрите себе что-то одного цвета или классической расцветки. Это уже будет сочетаться с большинством вичей в вашем гардеробе. А вот благодаря этой структуре он будет выделяться. Если же мы говорим о шелковых галстуках, красный будет классикой. Если у вас нет красного галстука, вам не нужен сплошной красный цвет. Например, как в этом галстуке. И мне поэтому он нравится. У него есть маленький повторяющийся рисунок трех оттенков синего. Темный, средний и светлый. И поэтому его супер просто совместить с синим костюмом или синей рубашкой. Этот зеленый очень схож с красным. У него тоже маленькие повторяющиеся рисунки, но мне кажется, что зеленый не настолько разнообразный, как красный. Фиолетовый довольно недооцененный цвет. Он не будет сочетаться на сто процентов. С чем-то из вашего гардероба, только если у вас не сиреневый костюм или рубашка. Так, Джокер, зачем ты смотришь мои видео? Ладно, суть в том, что это цвет элиты. И потому что этот цвет не так часто встретишь среди других в мужском гардеробе, он служит отличным аксессуаром. Далее это головные уборы. Думаю, что до конца года мы будем все чаще и чаще видеть плоские кепки. Они снова возвращаются в моду. Но это заслуга не только одного сериала. Это больше связано с функциональностью мужских головных уборов и то, что мужчины снова начинают их носить. Да, конечно, вы носили такую вот бейсболку, поэтому у вас уже есть опыт. Ну, можно попробовать что-то новое для себя. Как насчет вот такой вот веселой кепки? Ну, или попробовать надеть на голову такую вещь, которая уже сотни лет существует и при этом круто выглядеть на большинстве мужчин. Хорошо, может они вам не нравятся. Ребята, классическая панама, особенно в период лета. Такая шляпа, она функциональна. А хорошая мода следует как раз именно этому. Я считаю, что они будут становиться все более популярными в этом году. Далее у меня в списке, и думаю, что это не сюрприз, темные джинсы. Я об этом уже говорил. Это, пожалуй, самая разнообразная вещь, которая может быть у мужчины в гардеробе. Их можно надеть со спортивным пиджаком, или можно надеть просто с белой футболкой. Что мне нравится в темных джинсах, так это то, что не утончает ваш профиль. Будь это черные или индиго, а может просто темно-синие. Иметь темную пару джинс в своем гардеробе это всегда бонус к вашему разнообразию образов. А вот следующая вещь в моем списке может вас удивить. И это спортивные брюки. В последние несколько лет они вышли на рынок и становятся все более и более популярными. И, что самое важное, они улучшают не только стиль, а также материалы качества покроек, которые используются. У меня у самого есть много таких вот брюк и могу сказать следующее. Когда приходит лето, это мои штаны по умолчанию. Потому что они отлично сидят, они тянутся и очень удобные. И за счет их стиля они могут выглядеть и нарядно и попроще. Поэтому их даже иногда можно надеть скэжуал пиджаком. Они бывают совершенно разных цветов. И их сила в том, что они отлично дополняют повседневный гардероб. Это отличная вещь, которую можно надеть помимо джинс. Также они хорошо сочетаются с рубашками, которые у вас есть в гардеробе. Далее у нас привет из прошлого и это фланель. Шерстяная фланель и хлопковая фланель. Хлопковая фланель, сделанная по типу джинс, стала очень популярной у многих компаний. Я также заметил, что и цена падает, а также они отлично сидят. Но я скажу вот что. У них в принципе очень приятная поверхность. У нее есть небольшая текстура. Что в них здорово, так это то, что их можно надеть с блейзером или с различными спорт пиджаками. Если говорить о цвете, то серый самый разнообразный. Но не стесняйтесь бежевых или коричневых расцветок. Они тоже хорошо дополняют, особенно если вы носите брюки, похожие на эти в своем гардеробе. Далее в списке, и это не сюрприз, классическая белая футболка. Основная фишка, как выглядеть круто в белой футболке, это иметь хорошее тело. Второе, это следите за тем, чтобы ваша белая футболка оставалась белой. Мой совет это купить сразу несколько белых футболок, и когда вы их стираете, то стирайте отдельно или с другими белыми вещами. Если это для вас слишком хлопотно, но вы по-прежнему хотите футболку, тогда ребята возьмите себе просто серую или черную футболку. Может быть темно-синюю. Найдите то, что хорошо для вас, но запоминайте, что главное это размер. Подберите такую футболку, чтобы она подходила вам, и вы могли ее носить. Какие еще варианты могут быть с белой футболкой? Попробуйте V-образный ворот. Такой ворот визуально подчеркивает вашу грудь. Многие парни об этом забывают. И, конечно, не забывайте о Хенли. Это еще один вариант. Что мне нравится в Хенли, она как V-ворот привлекает внимание к верхней части груди. И она выглядит чуть более нарядно, чем футболка. Перед тем, как мы пойдем дальше, я бы хотел вам рассказать о своем любимом стиле и цвете. В общем, все, что с длинным рукавом, я предпочитаю в темном цвете. Потому что такая комбинация подходит под практически любой тип тела. Если вы худощавый парнишка или у вас есть немного лишнего веса на боках, то вы поймете, что такой вот стиль работает лучше, чем футболки. Потому что рукава, они создают силуэт, который отлично сочетается с телом. И это вас утончает. Следующая базовая вещь в списке – пола. У вас может уже есть несколько пола в гардеробе, но как они выглядят после нескольких стирок? Воротник уже не тот? Скорее всего, вы купили дешевый пола. Проблема таких пола – они используют дешевый хлопок. Плохой хлопок после стирки и горячих температур он кукожится. Это и приводит к таким вот пожеваным воротникам. Поэтому рекомендую искать пола из более качественного хлопка. И если вы выбираете цвет, то подыщите такой бренд, который делает более яркие цвета. Чтобы эти цвета выделялись, чтобы они не выцвели после нескольких стирок. Яркий синий или темно-синий. Он будет смотреться более элитно, и такое поло можно надеть со спортпиджаком. Следующая вещь – это классическая белая рубашка. У вас, наверное, есть такая в гардеробе. Идите, взгляните на нее. Она до сих пор белая? Может, она уже чуть серая, а вы думаете, что это белый? Ребята, вам нужна хрустящая, сверкающая белая рубашка. Они все похожи друг на друга. Скажите, вы когда-то экспериментировали, скажем, яркий воротник. Видите вот этот? Немного контраста на воротнике. И вообще, столько всего можно сделать. Швы на пуговицах. Вы можете взять белую рубашку и поприкалываться с ней. Даже если такие рубашки не продаются у вас на районе, можете отнести рубашку портному. И он легко приделает к ней такие вот дополнения за символическую плату. И только потому, что эта белая рубашка не означает, что вы не можете поиграться со стилем. Чаще всего мы видим стандартный воротник. Почему бы не взять широкий ворот? Ну или манжеты? Обычно это на пуговицах. Попробуйте французские манжеты на запонках. Многие, наверное, думают, что вы так можете нарядиться только на формальное мероприятие. Но это не так. Вы можете надеть рубашку с запонками, когда собираетесь ходить только в рубашке. Или ее можно надеть даже со спортпиджаком. Это будет выглядеть круто, и такой образ будет куда лучше смотреться. Хорошо, давайте теперь обсудим полоски. Так случилось, что они модные в этом году, хотя для меня они всегда были в моде. Ведь полоска – это часть классического мужского гардероба уже последние сотню лет. Она хороша тем, что ее легко сочетать с большинством вещей в шкафу. Полоска позволяет вам привнести в свой образ некоторые яркие цвета. Не всегда это должны быть синие, красные или белые полосы. Вы можете попробовать фиолетовые или оранжевые. Да, вообще любые. Но что я хочу сказать, так это то, что большая гамма цветов, особенно ярких, сделает вашу рубашку менее сочетаемой. Поэтому лично я выбираю стандартные вариации. Может немного красного или немного более интенсивный красный. Они привлекают чуть больше внимания. При этом большая вариация вполне допустима. Ну, вы конечно можете все оставить куда проще. Белая и синяя. Именно такие вот небольшие детали в паттерне позволяют ей выделяться. Ну или вы можете попробовать ярко синюю рубашку с белой полоской. Мне кажется, это отличная рубашка. Ну а теперь перейдем к более кэжуал рубашкам. Первым делом это фланелька. Они стали популярными в 1990-е. Мы застаем их возвращение. Что мне нравится во фланельках, так это их функциональность. Она будет вас греть. Самое главное это, когда вы собираетесь покупать себе фланельку, смотрите, чтобы она была вам по размеру. Если она слишком широкая, тогда отнесите ее портному, чтобы он ее поправил. Когда мы ищем джинсовую рубашку, то обращаем внимание на плетение. Вот эта рубашка, она очень легкая. Но мы можем также видеть и более толстые рубашки. Некоторые даже могут быть на заклепках. Такие рубашки будут более популярными в этом году. Я бы не стал западать на такие рубашки, но если у вас в гардеробе нет ни одной такой, то можете купить. Так как эти рубашки входили и выходили из моды, начиная еще с 70-х годов. Далее в списке это классическая толстовка. Многие могут сказать, что им не нравится толстовка. Но дело не в этом. У нее интересная история, а в подходящей ситуации она просто незаменима. Если вы собрались надеть толстовку, ситуация должна быть подходящей. И выбирайте себе темную, одноцветную толстовку по размеру. Учитывайте, что всегда есть другие варианты. Большой выбор кофт, которые сделаны из похожих материалов, как и худи, столь же удобны, только более стильные за счет дизайна и карманов. Следующая важная вещь в гардеробе каждого парня, это свитер с В-образным воротом. Что мне в них нравится, особенно в таком вот сером, я могу надеть его поверх любой рубашки, я могу надеть его под спорт пиджак, потому что он серый, это нейтральный цвет. Он будет сочетаться практически с любым цветом. Так что я могу спокойно его надеть, как еще один слой, чтобы мне было тепло. Вообще есть богатый выбор цветов у таких вот свитеров. Давайте теперь поговорим о базовых кэжуал куртках, которые должны быть у каждого мужчины в гардеробе. Это джинсовка. Что в ней прикольного, она легкая, и накинув ее на себя летним теплым вечером, вы не будете потеть. Она придаст вам изящности и широты в плечах, и это классика мужского гардероба уже много лет. Вот это куртка военного стиля. Что вы заметили? Нагрудные карманы. Добавят визуально в груди. И в целом оливковый цвет. Он не будет спорить с вашими брюками или рубашкой. Просто добавит еще один слой и сделает вас более стильным. И классическая кожанка. Вам определенно надо найти себе кожаную куртку. Надо найти свой стиль и цвет. Оно стоит того, чтобы заплатить чуть больше за такую куртку. Чтобы, когда вы ее надевали, вы чувствовали себя на миллион баксов. Чтобы вам было здорово. Потому что, когда вы надеваете такую куртку, то вы выделяетесь на общем фоне. Ну, давайте обсудим основные спорт и кэжуал пиджаки. Если у вас еще нет спорт пиджака, тогда стоит выбрать такой пиджак, материал которого бы хорошо сочетался с большинством брюк в вашем гардеробе. Скажем, у вас много брюк и джинсов, и у вас есть несколько серых, фланелек. Вот такой вот синий шерстяной пиджак отлично подойдет на роль первого спорт пиджака. Но, предположим, что у вас уже есть несколько кэжуал пиджаков. Тогда вам понравится привнести некоторое разнообразие за счет рисунка. Ну и самая важная часть мужского гардероба – костюм. Да, иметь костюм – это самое важное. Потому что, господа, большие вещи могут произойти в жизни, и вы должны быть к этому готовы. Собеседование, свадьба у друга. Большие вещи происходят в жизни. Так что это ваша броня. Как купить правильный костюм? Как купить то, что подойдет вам и будет здорово выглядеть? Ребята, я позаботился о вас. В этом видео я рассказываю все, что вам надо знать. Как купить себе правильный костюм.